В Черкесске в спорткомплексе «Юбилейны» прошли всероссийские соревнования Кубок Президента Тхэквондо России. Участие в них приняли более тысячи спортсменов со всей страны. Подробнее о состязаниях узнаем в репортаже Аслана Гирюгова. Кубок Президента Тхэквондо России проводится в нашей республике уже в третий раз. В нем участвуют молодые спортсмены до 17 лет. В этом году в нашу республику приехало около тысячи участников со всей страны. Организаторы отметили, что для нашего региона эти соревнования очень важны, ведь понимая в них участие, можно улучшить свои навыки и достичь призовых мест. Эти соревнования учредители были мы именно с этим предложением. Мы вышли в Север Тхэквондо России, это все внесли в всероссийский календарь. Здесь мы отбираемся на первенство России по всем возрастам. В данный момент юноши и юниоры, они могут, кто первые места занимает, уже отобраться на первенство России. Популяризация и развитие тхэквондо, привлечение молодежи к занятию физической культурой и спортом. Вот главная цель соревнований. В ходе состязания участники поделились своими эмоциями и впечатлениями, а также рассказали, почему они выбрали именно этот вид спорта. Я не так давно начала заниматься спортом, и сейчас я очень часто летаю в разные города. За последний месяц я съездила в четыре города, и сейчас я набираюсь опыта, чтобы в будущем уже на каких-то масштабных соревнованиях взять призовые места. В шесть лет я увидела по телевизору, и все, у меня загорелась душа, я захотела заниматься. Этот вид спорта я выбрал, потому что у меня брат двоюродный начал заниматься. Я как бы с детства смотрел и как бы тоже захотел заниматься тхэквондо. Ну, как бы планирую сегодня выступить хорошо, показать результаты. Несомненно, участвуя в таких соревнованиях, у детей появится не только опыт, но и новые друзья со всей страны. Победители получат дополнительную путевку на первенство и чемпионат России. Помимо этого, в конце апреля пройдет чемпионат среди взрослых спортсменов. Аслан Гирюгав, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Продолжение следует...